Здравствуйте, дорогие друзья! Это техразбор рубрика, в которой я даю глупые ответы на ваши умные вопросы, которые вы задаете в комментариях к соответствующим видеороликам. Так что будет интересно и приятно продолжительно. Устраивайтесь подобнее. Man vs. Trips. Касательно брака в макбук, я сказал, что это связано с увеличением количества технологий, которые размещаются в нем. Следовательно, вопрос, не считаю ли я, что это не совсем правильно, когда тестовым полигоном являются пользователи, заплатившие косарь и выше за устройство. Вообще априори, если пользователь заплатил за продукт, то в идеальном мире он не должен становиться частью испытательного полигона даже таких огромных мегакорпораций, как Apple. Просто потому, что у них есть люди, которые занимаются тестированием и получают за это деньги. Но, повторюсь, это в идеальном мире. Кучка тестеров, пусть их будет 100, 200 или даже больше, не сможет найти все те баги, которые выявляются среди многомиллионной аудитории. И это касается не только электроники, а абсолютно всех корпораций в мире. Первые партии однозначно будут не идеальными. Пусть они выпускают этот продукт 10, 20 и больше лет. И всегда есть рестайл и последующие недели производства, на которых допиливаются те или иные дефекты, которые были выявлены рядовыми гражданами. Так что все мы по сути являемся тестерами, только в большей либо меньшей степени. Единственный способ сократить вероятность того, что вам попадется дефектное устройство, это не покупать его на старте продаж. Золов Кимбли. Привет, ты вот когда делаешь обзор нового iOS, в том числе и Bet, ты демонстрируешь только iPhone. Почему ты параллельно не демонстрируешь изменения в iPad? Давайте так, в большинстве случаев я не демонстрирую iPad. Все дело в том, что Apple в основном делает изменения, которые одинаково отображаются, что на iPhone, что на iPad. А те эксклюзивные фиши, которые доступны только на iPad, я разумеется освещаю. Скажу даже больше, зачастую я выпускаю отдельный обзор, когда выходит новое поколение операционной системы сугубо для iPad, потому что там определенно есть эксклюзивные фишки. Так что просто нет смысла демонстрировать одни и те же изменения и на iPhone, и на iPad. Да и iPad с точки зрения информативности разместить в кадре немножечко сложнее. Никита Ясинский слышал, что после ремонта айфонов они якобы разгерметизируются и теряют влагозащиту. Хотел узнать, сталкивался ли я с такой проблемой и правда ли это вообще. Действительно, после релиза iPhone 7 смартфоны наконец-таки получили влагозащиту, вслед за остальными производителями. И там устанавливается специально герметизирующая, как это назвать, ну не резинка, это такая специальная клейкая лента. И в нормальных сервисных центрах просто закупают эти самые ленты в виде такой наклейки, которая просто клеится после завершения ремонта. И в теории, если все наклеено нормально, то влагозащита не пропадет. Микюфак. Микюфак. What the fuck. Какое у тебя самое старое устройство в доме? Лично у меня iPhone 3GS. До сих пор отлично работает. Если взять из Apple, то у меня тоже есть iPhone 3GS. Им до сих пор пользуется сейчас уже мой дед. Жизненный цикл после отца уже закончился. Следующим идет дед. На очереди носит iPhone 3GS, который у меня появился в 2010 или в 2011 году, я уже точно не помню. На него даже упал бильярдный шарт, на нем треснут экран, и он до сих пор работает. Блин, ну только экран дико синит. Вот прямо с самого начала всегда синил. А вообще в картере сейчас лежит iPod Nano 4-го поколения. До сих пор работает, только нужно поменять аккумулятор. Все руки никак не доходят заказать его с Китая. Блин, надо заказать, пока не сняли с продаж. Ну, конечно же, не оригинальный. Илья Шуберт. Все блогеры хвалят дисплей Samsung и превозносят их как топов за топ. Но почему у флагманов в компании? S8, S9, Note. На второй год работы экрана появляется остаточное изображение. Например, приложение ВКонтакте. Вывод сделал основываясь на своем собственном устройстве, а также после просмотра форумов и так далее. Люди на второй год получают шлак-экран за оверпрайс. Почему? И проявляется ли это так на новых линейках iPhone? Те, которые с AMOLED. Правильно подметил подписчик, у нас по этому поводу есть отдельный видеоролик. Это специфика OLED и AMOLED дисплеев. И они склонны к выгоранию. И уж так исторически сложилось, что Samsung уже который год выпускает дисплей, который действительно через 2, 3, 4 года, когда пользователи часто пользуются одними и теми же приложениями или не меняют обои, у них начинают выгорать пиксели. На айфонах я такой проблемы не встречал и ни один из подписчиков мне ни разу не писал. Разумеется, если мы говорим о обычном использовании, а не в шоуруме, когда яркость выкручена на максимум, стоят одни и те же обои и целыми днями крутится одна и та же заставка. Вот там пиксели перегреваются и начинают выгорать. То есть дать какого-то однозначного технического ответа я не могу. А что касается Samsung, этот вопрос скорее всего надо задать в их техподдержку. И может быть они как-то это обоснут с технической точки зрения. Куда нам до них умов. Так что меняйте темы, иконки и прочие вещи. Ну вы же заплатили за кастомизацию. Павел Заиграев, пользуетесь ли вы защитными стеклами для Apple Watch? Если да, то какими? На моих Apple Watch Series 4 у меня не стоят никакие защитные стекла. Ну просто потому что специфика моей работы такова, что нет особо каких-то рисков что-либо поцарапать. А вот на своей предыдущей работе, вот там, я не носил защитные стекла. Я покупал такой огромный уродливый чехол от Spigeon. И он, знаете ли, не раз защитил мое устройство. Так что стекла не клеил, чехлами пользовался. Хотел вас спросить, верите ли вы, что iOS 13 не будет поддерживать iPhone 6 и даже iPhone SE и iPhone 6s. Просьба впредь не задавать мне такие вопросы. Я не Тим Apple, не Ванга, не аналитик. Так что просто дождитесь 3 июня WWDC 2019 и там на сцене специально назначенные люди расскажут вам всю достоверную информацию. И не нужно гадать. Боюсь, что не произнесу правильно этого имени. Как долго держит батарея у Apple iPad Pro 2018 года на 11 дюймов? Отрабатывает ли он своих 10 заявленных компаний часов? Неоднократно слышал у других блогеров, что они держат хуже, чем предыдущее поколение. Хочу себе купить прошку и остается выяснить перед покупкой только этот вопрос. Спасибо ответ. На официальном сайте компании заявлено, что он должен держать 10 часов. По факту у меня лично он держит в районе 8 часов. Плюс-минус час в зависимости от того, насколько интенсивно вы используете и играете ли вы игры или допустим монтируете 4к видео на планшете. Вот такие вот есть извращенцы. А так больше ориентируйтесь на 7-8 часов. Предыдущего поколения iPad Pro 2017 года у меня не было и проконсультировать я не могу. Виктор Олейник. Вадим, какой по твоему мнению лучший iPhone на данный момент на 2019 год по соотношению цена и качество? Ну если рассуждать кошельком, то скорее всего как и в предыдущем году iPhone 7. Он до сих пор все тянет, отлично работает, но сердцем я могу так сказать. Я бы уже не советовал покупать iPhone с соотношением сторон не 18 на 9. То есть это iPhone X или iPhone XR. Ну порог входа в эту яблочную технику. Ну просто потому что iPhone 7 и iPhone 8 они уже выглядят как-то уныло на момент 2019, да даже и 2018 года. И не только на фоне iPhone, но и на фоне всех смартфонах в мире в целом. Те, которые выпускают сторонние производители. Так что оптимальная покупка наверное iPhone 7, но я бы советовал брать iPhone X, iPhone XR и вообще любой iPhone с челкой. Свайповое управление, оно просто божественное. А кнопка это уже какой-то архаизм наверное. Ярослав, хотел спросить одну вещь. Я всегда ставлю на зарядку свой iPhone на ночь, ничего ли не будет с батареей, если она уже зарядилась к 12 ночи на 100% и стоит потом на зарядке 7 часов. Ну вообще, если следовать всем правилам грамотной зарядки, то нужно держать вот этот самый заряд от 20 до 80% и только тогда литий-ион аккумулятор будет жить долго и счастливо. Но на самом деле есть контроллер питания, который все это дело регулирует. Я могу сказать только на личном примере. Париться не стоит. Я всегда ставлю смартфон заряжаться на ночь. Раньше ставил на проводную зарядку через штатный адаптер питания сейчас ставлю на беспроводную зарядку. И честно, пофиг. Мне главное это удобство. А то, что я поменяю через три года, либо через три с половиной года аккумулятора, для меня это погода не сделает. Единственное, что я бы порекомендовал, наверное, не пользоваться быстрыми зарядками. Лучше штатным малоамперным зарядником, который дает качественный ток и все у батарейки хорошо. Вообще, надо, наверное, снять отдельное видео по этому поводу. А вообще, сколько я не читал материалов, сколько специалистов, столько и мнений. Я вот лично топлю за комфорт. Поставил на ночь и фиг с ним. Вадим, на какую камеру ты снимаешь ролики, на какой микрофон ты записываешь звук? Jazz 4, Leica 15 мм при кропе 2.0, Pusco NTG 4 Plus, петличный микрофон SM93 Shure и стационарный микрофон, на который записываю закадровый голос, это Aston Microphones. Британский. Но вообще, скажу так. Особенно все, что касается микрофонов. Это настолько индивидуальная тема, что пока не попробуешь, не поймешь. Ines Anders. Вадим, сделай, пожалуйста, обзор на зарядники других брендов, кабели, тоже для iPad, ProType-Sys, Aliexpress. Честно, нет ни желания, ни возможности сделать грамотные сравнительные тесты аналогов среди зарядных адаптеров. Овчинка выделки не стоит. Я лично пользуюсь тем, что предлагает производитель и кладет в коробку. Прюджи. Когда прекратится хайп на контент 18 на 9? Мысль я понял. Вас я услышал, ответил на этот вопрос тем, что сейчас я реально запарился и выпускаю контент 16 на 9, который на устройствах с 18 на 9 можно беспроблемно растянуть и никакая важная информация не обрежется. Так что радуйтесь. Конечно, сам процесс съемки для этого у меня усложнился, потому что нужно всегда понимать, что уйдет за кадр, что не уйдет. С 18 на 9 даже было проще. А тут ты понимаешь, что люди могут растягивать, могут не растягивать. Устройства разные. Я всех услышал. Вот, пожалуйста, вам 16 на 9, сможете растягивать до 18 на 9. Ссылка на донат в описании. Андрей Нестерчук. Почему, несмотря на самый мощный процессор, айфоны запускают приложение медленнее, чем на Android флагманы на 845 Snapdragon? Игры, да, быстрее. Но все, что касается приложений, которые подгружают данные с интернета, медленнее. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер и так далее. Пересмотрел кучу спид-тестов и результат везде одинаков. Айфон выигрывает чисто за счет игр, но в повседневных программах медленнее. Честно, я сам давно задавался этим вопросом и пришел к выводу, что нужно просто это принять как данное. Да, действительно, Android смартфоны, ну, прям несущественно, в 4 раза быстрее запускают сторонние приложения, но вот в целом, да, действительно, раза в два, ну, наверное, быстрее. И после того, как ты поюзал Android смартфон и берешь даже топовый iPhone XS Max, ты понимаешь, что почему ты так работаешь медленно и так медленно запускаешь эти самые программы. Но вот, кстати, заметил, что все, что касается стандартных приложений, то все запускается у iPhone быстро. Вывод. Скорее всего, сторонние разработчики просто плохо оптимизируют свои продукты. Либо это какие-то ограничения со стороны Apple. В общем, даже спрашивал своего кореша, который работает в отделе iOS разработки, чтобы он сходил в отдел Android разработки и задал тем ребятам этот вопрос. Они сказали, мы не знаем, просто вот работает быстрее. Так что примите как данное. И мне лично, как пользователю iPhone, дико обидно. Пользователь с очень сложным ником для высохшего мозга блогера Adobe Premiere Pro или Final Cut Pro. Честно, абсолютно не важно, на чем вы монтируете, хоть на калькуляторе. Главное, чтобы вы поставленную задачу выполняли в максимально короткий срок и с максимально высоким качеством. А на чем вы это будете делать? Принципы работы программ, с одной стороны, в некоторых местах одинаковые, а с другой стороны, могут быть очень даже сильно разными. Так что просто ищите софт под себя. Пробуйте, тестируйте, определяйтесь. Паул, что же вы делаете со мной? Всегда пользовался айфонами, а MacBook так и не купил. Очень дорого. Давно хотел влиться в яблочный коллектив, но расстраивает то, что последние MacBook имеют очень много недостатков. Но влезть-то хочется, но страшно. А что делать? На этот вопрос, к сожалению, только вы сможете дать объективный ответ. Да, я согласен, что последние MacBook Pro, все те, которые были выпущены после 2015 года, реально ломаются чаще. Это подтвердит абсолютно любой сервис. Ну, просто задайте себе вопрос, каким бюджетом вы обладаете, выполняет ли MacBook те или иные задачи, которые вы перед ним ставите, и будет ли оправдана покупка? Ну, то есть это будет MacBook Passive, либо MacBook Active, на котором вы будете зарабатывать. Вот и все. А не попробовав, не узнаете. Иракли. Стоит ли брать сейчас Apple Watch 4 или подождать и взять пятую версию? Или вообще третью, если спортом в принципе не занимаешься? Ну, если честно, если спортом не занимаешься, я вообще не сильно понимаю, зачем нужно покупать Apple Watch. Ну, даже не спортом, а не желаешь быть активным в этом мире. С другой стороны, есть куча людей, которые используют Apple Watch только ради уведомлений. Но покупать ради уведомления такое другое устройство, ну, это уже зависит от вашего дохода. А по поводу вопроса, стоит ли покупать или нет, есть оптимальная покупка. Это на данный момент Apple Watch 3. А стоит ли ждать или не ждать? Я считаю, что все, что больше двух месяцев до презентации, ждать не стоит. Иди и бери по своему бюджету. Ну, вот это подождать полгода, потом подождать, пока снизится цена, потом подождать, пока все баги исправят. Ну, в итоге ждать еще год. Зачем так себя расстраивать? Марк Маркл вдруг сталкивался или слышал про ситуацию с ремонта iPhone 10, когда меняешь дисплей, на одной прошивке работает, на другой натрез отказывает сенсор, трутон отваливается. На этот вопрос дал информативный ответ специалист из неавторизованного сервисного центра, у которого я брал интервью. Посмотрите видеоролик, можно пройдя по этой ссылке. Алекс Гуа, у меня вопрос, могу ли я подключить Mac Mini по USB-C к новому iPad Pro и работать на нем на macOS? Что касается именно проводного подключения, я не знаю, не пробовал, но я видел видеоролик, как зарубежные блогеры подключали специальную беспроводную приблуду, при помощи которой выводилось изображение на iPad с Mac Mini. И тогда можно было даже задействовать сенсорный дисплей iPad для того, чтобы управлять Mac Mini. Но насколько качественно работает эта штука, я не знаю. Если честно, самому даже интересно посмотреть, какая там задержка и насколько это удобно. Так что, пока не попробуешь, не узнаешь. Инкер Персов. Зачем Apple перешел на AMOLED, IPS и так неплох. И хочу спросить Вадима, действительно ли при аналогичных настройках AMOLED дисплей более вредны для зрения, чем IPS? Ну и про дефекты дисплея, на которые я уже ответил. Если копнуть в науку, то мнения разделяются. Одни говорят, что AMOLED дисплея менее щадяще относится к нашему зрению. Вторые говорят, что наоборот, AMOLED более качественная матрица, которая заботится о нашем зрении. Но если проследить комментарии нашего скромного кабинета, то я могу сказать так. Жалоб на IPS дисплея я ни разу не встречал, а есть определенная категория людей, у которых от AMOLED начинают слезиться глаза. И вообще она устает быстрее. Лично я разницы при переходе с IPS на AMOLED, а AMOLEDом я уже пользуюсь полтора года, никакой не заметил. А у кого-то, да, вот глаза слезятся. Так что нужно обязательно попробовать. Это такая вещь, насколько понял, индивидуальная. Crystal Soldier, скажи, пожалуйста, где лучше делать резервную копию? iTunes или iPhone? Береженого бог бережет. Делайте и на iTunes раз в полгодика. И не забывайте поставить галочку для того, чтобы делать резервную копию в iCloud. Я лично уже давным-давно докупил 200 гигабайт дополнительного хранилища где-то за, по-моему, 3,5 доллара в месяц. И синхронизирую абсолютно все, особенно в фотографии, а их у меня очень много. Зато вероятность потерять данные намного меньше.